Итак, друзья мои, еще раз добрый день. Добрый день. В эфире Финам.ФМ очередная программа бизнес-канала, которая, как вы знаете, состоит из двух частей. Первую часть мы успешно сейчас озвучили. Мы поговорили в сухом остатке о финансовых итогах недели, а сейчас бизнес-класс на Финам.ФМ. Напомню, идея этой программы очень проста и очевидна. Мы встречаемся с успешными бизнесменами в эфире Финам.ФМ. Мы разговариваем, как им живется, о том, как сделать успешным бизнес. Они делятся с нами некими секретами, видимо, тайными, сокровенными. Так вот, сегодня такая же очередная программа и тема ее следующая. Мы обозвали ее как бизнес на рубашках. Ну, я так понимаю, одними рубашками мы сегодня не ограничимся. Идея следующая. Как заработать на офисном дресс-коде? Вот это тема сегодняшней программы. Я представляю мою гостью в студии Финам.ФМ сегодня Юлия Великовская, основатель марки GV Fashion You Can Wear. Добрый день, Юлия. Добрый день. Ну что ж, друзья, присоединяясь к нашему разговору, я уверен, многие из вас не хочется никого обижать, но тем не менее, офисный планктон такой есть в терминологии. Так вот, многим из вас, да, по определению приходится проводить время в офисах, в душных офисах, да, и выглядеть соответствующим, кстати, образом, на чем настаивает руководство, на чем настаивают правила какие-то. Что это за правила? Сейчас Юлия нам расскажет. Итак, присоединяйтесь к нашему разговору, уважаемые служители. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Телефон прямого эфира. Эфир у нас прямой, вы можете поговорить с Юлей и задать свой вопрос. Либо воспользуйтесь адресом компании финам.фм и задайте его в письменном виде. Я прочту, Юлия ответит. Вот, примерно, такие условия нашей дальнейшего взаимодействия. Все ясно, все понятно. Юлия, начнем. Первый такой, я бы сказал, стратегический вопрос. Что вообще такое дресс-код? Ну, на самом деле, это не очень хитрая наука. Просто каждая компания, зависит, конечно, от ее формата, размера, да, имеет какие-то свои правила, свою корпоративную культуру. И дресс-код является такой, скажем так, немаловажной какой-то составляющей этой корпоративной культуры, соответственно. В разных компаниях абсолютно стратегия того, как должен выглядеть сотрудник, выстраивается по-своему. В основном, конечно, это зависит от руководителя, от его каких-то представлений о том, как должен выглядеть человек, его работник, какое он впечатление должен производить. Зависит это от того, как часто сотрудники бывают на переговорах, заключают сделки и так далее. Ну, то есть, это все зависит, конечно, от формата компании. А, кстати, интересно, вы говорите о том, что, значит, заключают сделки, бывают на переговорах, но на переговорах тоже можно по-разному выглядеть. Абсолютно. От этого результат сделки, наверное, не зависит все же, нет? Ну, на самом деле, зависит. Все-таки мы живем в стране, в городе, где большое внимание уделяется тому, как выглядит человек. То есть, производить первое, как говорится, произвести первое впечатление второй раз никогда не удастся. Не удастся, да. Поэтому, ну, соответственно, есть некоторые правила, да, то есть, встречают, да, по одежке, по часам, такое часто случается. Все, конечно, зависит от того, собственно, о чем люди хотят договориться. Для кого-то, ну, то есть, это есть такой набор стереотипов, я бы сказала, ну, и, соответственно, на этом можно всегда зарабатывать, если есть стереотипы. Нет, это здорово, это здорово, конечно, надо просто понять, на чем, да. Кстати, тресс-код, это вещь опять заимствованная, видимо, да. Ну, я думаю, что просто это, ну, конечно, больше все-таки издержки такой прозападной культуры, да, то есть, мы все это впитываем, ну, так, все больше и больше, вот, но... Я в защиту отечественной действительности вспоминаю сейчас советские времена и школьную форму. Вот это был тресс-код все-таки, да, некий? Да, ну, я думаю, что в нашей культуре это свойственно как раз было, соответственно, ну, как бы не по причине того, чтобы... Есть корпоративная культура какая-то, да? Есть корпоративная культура. Задача была всех усреднить, то есть, как-то людей, ну, чтобы люди забыли о своей индивидуальности, так скажем, да. Вот, не выделяясь. А, кстати, хорошо, а вот классический дресс-код, вот этой проблемы там нет, что люди, да, каким-то образом тоже, ну, как, похожи друг на друга становятся? Ну, если говорить о том, например, ну, если говорить о конкретно банках, условно говоря, да, где корпоративная одежда, она, собственно, заказывается, ну, то есть, сами компании являются заказчиками этой корпоративной одежды, и люди носят ее не потому, что они не индивидуальны, а потому что... Задача, да, руководителя состоит в том, чтобы сотрудники этой компании просто подчеркивали стиль, да, этой компании, ну, демонстрировали его всячески. То есть, он решает свои бездные задачи, да, таким образом? Абсолютно, конечно, да. И усредняет, да, своих сотрудников? Конечно, да. А говорят, ребята, вы должны выглядеть, вы должны, да, гордо нести звание банкира или сотрудника? Абсолютно так, да, и каждый человек, который, собственно, собирается устроиться на работу в банк, так скажем, да, он знает, на что он идет, потому что его... В шортах и в маечке ему там вряд ли разрешат ходить, да? Абсолютно, да, ну, есть какие-то послабления, там, если говорить про пятницы, там... Да-да-да, можно прийти в джинсах, например, да? Можно прийти в джинсах, да. А если ты сидишь целый день у компьютера, ну, какой-нибудь, как это называется, администратор, да, сисадмин, вот, то они, как правило, да, все равно их не видно. Конечно, потому что меньше, да, они меньше коммуницируют с другими сотрудниками, ну, то есть, соответственно, есть, естественно, всегда какие-то послабления, вот. Я понял, смотрите, теперь мы, собственно, говорим о том, а что привело вас в это, в эти дебри, что называется? Ну, кстати, разговор был о том, что, да, вот вы в какой-то момент посмотрели, есть стереотипы, оп, а почему бы этим не воспользоваться? Конечно, ну, не могу сказать, что вот идея прям лежала на поверхности. Дело в том, что до того, как начали собственный проект, я сама работала в офисах и разного плана. Понятно, что все-таки моя деятельность была связана больше с, ну, с модным бизнесом, да, но компании, в которых я работаю, были достаточно крупными. Все равно, естественно, чем больше корпораций, компания… То есть, с этим дресс-кодом я столкнулась, да, не понаслышке. Не понаслышке, конечно, да, и понятно было, что, ну, нужно как-то понимать вообще, чем компания живет, почему конкретно именно в этой компании такая культура, а в этой другая и так далее. Ну, то есть, я прошла несколько, ну, был у меня опыт в компаниях разного плана, и каждая компания там устанавливала свои какие-то правила. Вот, но поскольку, как бы, моя деятельность была связана с тем, что я работала, опять же, со своими коллегами, и поскольку я дизайнер по образованию, дизайнер по костюму, да, я занималась частными заказами, и очень часто ко мне обращались женщины, которые, собственно, хотят в условиях дресс-кода выглядеть, ну, как-то соответствовать правилам, да, компания, в которой они работают, но при этом как-то выделяться. И поэтому вот этот компромисс… То есть, индивидуальность свою не утратить при этом, да? Ну, тем более девочке, ей же все время хочется. Да, и таким образом, конечно, ну, я и нащупала эту потребность. То есть, можно… Я поняла, что, соответственно, можно как-то и удовлетворить задачу, соответственно, руководителя, человека, который ко мне пришел, там обращался… И зайцы целы, и волки сыты. Сыты, все правильно, да. Кто, кстати, волк в этой ситуации? Тот самый руководитель, видимо, да? Да, он устанавливает правила, он имеет на это право… Я правильно понимаю, что вот марка, ваша марка, которой вы ее основали, да, это в основном женская одежда? Да, это только женская одежда. Исключительно. Исключительно женская одежда. Ну, просто компания… То есть, мой проект, он еще очень молодой, и поэтому, ну, как бы развиваться есть куда всегда. Если я пойму, что это целесообразно, например, там, рынок мужских рубашек стал совсем каким-то скучным, или недостаточно выбора, там, мужчины, им хочется чего-то другого, да, тогда я, конечно, сделаю это. Пока я не вижу этого необходимости. Вы как профессионал, вы как дизайнер по костюму. Вот ответьте мне на этот вопрос. Рынок мужских рубашек, как он может быть нескучным? Ну, потому что есть рубашка, да, два рукава, там, что-то, воротничок, ну, ладно, я могу понять, что она может быть беленькой, может быть желтенькой, может быть синенькой. А что еще ты тут придумаешь? Она может быть комбинированная, она скорее, ну, вот как раз вот вы задаете именно такой вопрос, который, собственно, очень свойственен всем мужчинам, потому что мужчины, по сравнению с женщинами, очень консервативны в плане выбора одежды, да, и вот действительно нет там представлений, но я знаю и других мужчин, которые любят рубашки с жабо, например, ну, и так далее, и тому подобное. Я тоже знаю пару таких мужчин, но я думаю, что это будет, да. Поскольку я все-таки в фэшн кручусь, я знаю таких не пару, это тоже, собственно, тоже, так скажем, аудитория, на которую тоже можно работать и ориентироваться. Да, и есть такие люди, которые занимаются этим, то есть... То есть это нормально? Нормально, абсолютно. Ну, и тем не менее, возвращаясь вот к вашей марке, да, пока еще у вас, я так понимаю, одна марка в перспективе создания других, третьих, пятых, десятых, как, кстати, переводится, да? Дживи, это, я понял, Юлия Великовская, да? А дальше фэшн ю кан вир, это что такое? Фэшн ю кан вир, это означает, что я делаю моду, это, в общем, слоган, я делаю моду, которую можно носить. То есть это все-таки продукт массового рынка, то есть это не подиумная история какая-то, это невысокая мода, это абсолютно средний сегмент, доступный многим. То есть я не делаю что-то экстраординарного, там, супер выразительного, просто это те вещи, которые, как выяснилось, все-таки необходимы. Востребованы. Востребованы. Времени немного, у меня на языке вертится вопрос, я это задам уже после перерыва. Значит, смотрите, уважаемые слушатели, мы продолжим наш эфир сразу после новостей, я еще раз представлю с удовольствием. Сегодня в гостях у меня Юлия Великовская, основатель марки Дживи Фэшн ю кан вир, и мы говорим сегодня о том, как заработать на офисном дресс-коде. А сейчас время новостей на Финам ФМ. Итак, друзья, продолжим, продолжим наш сегодняшний эфир. На Финам ФМ бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Юлия Великовская, основатель марки Дживи Фэшн ю кан вир. И говорим мы о бизнесе на рубашках, ну в кавычках мы это так поставили. Как заработать на офисном дресс-коде? Ну, выяснили мы прежде всего, Юлия, что есть такое понятие дресс-код, связано оно с тем, о чем вы рассказали. Кстати, вот это тот самый вопрос. Смотрите. Ну, опять вспомнив, да, что дресс-код это вещь такая заимствованная во многом, да, оттуда это пришло. Слоган-то ваш по-английски, тем не менее. Да, но я не вижу в этом... Нет, противоречников нет? Никакого, абсолютно, да. То есть это... Нормально, это нормально. Абсолютно. Ну, хорошо, ладно. Ладно. Хорошо, давайте продолжим. Значит, собственно, вопрос следующий. Кто ваши основные потребители? Покупатели. Ну, опять же, это понятно, поскольку я шью, произвожу продукт, ориентированный на женскую аудиторию, понятно, что это женщины. Все-таки это женщины, которые работают активно, проживают чаще всего... То есть это не домохозяйки, да? Ну, не домохозяйки есть, конечно, частные случаи, я им тоже очень рада, но тем не менее, это все-таки такие женщины с активной жизненной позиции, так скажем, да, работают, живут в больших городах, да, если мы говорим про Москву, да, то есть основной мой заказчик, это, естественно, в москвичке, но и в регионах, там, в городах-миллионниках тоже есть мои потребители. Вот, как правило... А как вы оказываетесь в городах-миллионниках, в регионах? Через интернет? Через интернет, конечно, интернет в этом смысле очень такая площадка без границ, мы можем всегда найти друг друга. То есть здесь есть проблема с логистикой, наверное, с какой-то, да, или что? Ну, как это происходит? Ну, вообще в нашей стране вообще много проблем, и с логистикой в том числе, понятно, что возникает иногда разный род проблем, но нет ничего страшного, потому что любая проблема для меня лично всегда звучит как вызов. То есть если она появилась, значит, ее надо решить. Вот, а что касается, например, там, заказчиков, у нас тоже были случаи, там, я могу сказать, что они, конечно, частные, ну, такие частные, но и заграничные заказы были тоже. То есть не могу сказать, что мы там как-то активно рекламируемся, просто работает такой механизм, как народная молва, просто если... Сарафанное радио. Сарафанное радио, абсолютно, да. Если, там, начинаем, ну, какой-то проект существует без каких-то глобальных вливаний, там, финансовых инвестиций, да, то единственный способ, чтобы о нем узнали, сделать продукцию как можно более качественным. И, в общем-то, в этом и состоит моя задача, потому что... Ну, я думаю, это задача любого бизнесмена, если он хочет, да, зарабатывать деньги, в конечном итоге он с этим столкнется. Что если он будет откровенную какую-то ерунду предлагать, ну, и... Конечно, и получит тот же самый результат. Совершенно верно. А смотрите, вот в чем еще интересная деталь. Вы говорите, это и регионы могут быть, прежде всего, это Москва, даже и заграницы, пусть это пока частный, но это пока частный случай. Значит ли это, что вы вот в этой нише некой, если вообще даже это можно назвать нишей, нишей, да, марки в рамках дресс-кода, вы в одиночестве, там, конкуренция-то есть вообще? Вы чувствуете это? Ну, это был мой тонкий расчет, конечно. Занять, да, занять все пространство еще, так сказать. Могу сказать, да, что правда заниматься нишевым продуктом для меня, как для предпринимателей, естественно, это более выгодная история, чем делать продукт такой про всех. Да, я могу сказать, что, конечно, есть там сложности в том, чтобы как раз опираться именно на своих клиентов, то есть, ну, там, есть сложности в том, как их найти, действительно, да, но при этом я могу рассчитывать на стопроцентную лояльность. Ну, пусть не стопроцентную, но там 70%, высокую лояльность, да. Вот, и поэтому, ну, очень важно, там, когда начинаешь что-то делать или, там, выпускать какой-то продукт, очень важно понимать, в первую очередь, для кого. Потому что, если он только для тебя, если только ты будешь видеть, наслаждаться, ему гордиться, то ты наверняка с ним в одиночестве останешься. Потому что очень важно и свою потребность разместить, да, когда ты что-то делаешь, ну, и, соответственно, учитывать потребности тех, для кого ты это делаешь. Ну, это здорово, это, я считаю, да, это очевидно, наверное, да, много раз это уже звучало, что прежде всего, да, если ты что-то, да, затеваешь, надо понять, а кто твоя целевая аудитория. Конечно, конечно. Вот мы возвращаемся к этому, и так, целевая аудитория ваша конкретно, это активная, да, активная... Активная женская часть населения нашей страны, вот, нашего города конкретно. Ну, если говорить про какой-то возрастной ценз, то это, скорее, там, средний возраст от 25 до 40 лет. То есть это уже женщины, которые уже что-то зарабатывают, да, потому что не могу сказать, что, там, мой средний чек, это какая-то очень низкая планка, вот, до где-то 40, ну, может быть, чуть-чуть за 40, вот такого плана. Я понял. И, учитывая, вот, так сказать, картину, да, которую мы нарисовали, вот этого вашего среднего потребителя, какие претензии у него? Или, точнее, так давайте, да, вот модели, которые рождаются, они рождаются в результате чего? В результате того, что у вас есть, естественно, да, профессиональные навыки, у вас есть бурная фантазия, вы сами впереди планеты всей, да, движетесь в сторону создания некого нового представления о дресс-коде, о деловой одежде, о одежде, там, для каких-то специальных мероприятий, или все же вы опираетесь на насущные потребности? Пришла девочка и говорит, вот, все замечательно, но здесь карманчик еще нужен, пришей мне еще карманчик. Ну, это как раз абсолютно два разных направления в работе, да, если я занималась частными заказами, я могла бы пришить и карманчик, и все, что угодно, все, что меня попросили. Здесь как ровно обратная ситуация, потому что я как раз предлагаю массам, да, а они уже либо принимают, либо нет. То есть они не вольны согласиться, а могут... Конечно, и в этом смысле рискую я, да, но очень важно понимать, ну, то есть получать обратную связь, потому что люди разные, да, то есть я понимаю, когда там человек отказывается, менеджер обязательно связывается с покупателем и спрашивает, почему... Ваш менеджер. Мой менеджер, да, спрашивает, почему что-то вам не подошло, может быть, ну, то есть получает обратную связь, так или иначе. Плюс, конечно, я ориентируюсь на то, чтобы в офисах, да, потому что есть какие-то правила, условно говоря, там нельзя открывать руки или носить глубокое декольте. То есть все равно моя фантазия не может распространиться дальше того... Слишком бурной бы, да, слишком быть бурной? Конечно, ну, иначе бы я занималась просто другими какими-то вещами. То есть я бы воплощала, может быть, в каких-то там дизайнерских платьях, шил бы для фэшн-тусовки, например, там имела бы свое ателье частное и, условно говоря, это были бы там платья. Ну, то есть в этом случае вот этот дресс-ход, да, то, что вы шьете для, ну, понятно для чего, что называется, да, это, с другой стороны, и хорошо, да, сразу оказываясь в неких рамках, за пределы которых нет смысла выходить. Конечно, то есть я должна понимать четко, что я делаю, что от меня требуется. Ну, вот, в общем-то, в этом все. И это прекрасно, потому что, когда есть, ну, какие-то, действительно, правила, какие-то рамки, я могу там быть гибкой внутри заданного. Вот, а все остальное. А есть некая мода вот на подобные вещи, на которые мы ориентируемся? Ну, опять, на западе, может быть, да, оттуда приходят какие-то веяния. Мода на что, конкретно? Ну, вот, мода на, я не знаю, на деловую одежду. А, ну, то есть какие-то тенденции внутри именно этой ниши, внутри сегмента. Ну, я думаю, что, на самом деле, все тренды, они едины. То есть, если есть какие-то тенденции, там, на подиумах, на мировых, да, то они так или иначе все равно просочатся на массовый рынок и на нишевую историю вроде моей, обязательно. То есть, если, условно говоря, на подиуме, там, сегодня в моде горох, то, скорее всего, в моей коллекции тоже блочечка в горох появится, да. Ну, или как минимум с каким-то элементом в горох. Вот, то есть, конечно... То есть, вы на это обращаете внимание, да? Ну, я живу уже в этом мире, конечно, я впитываю, поэтому, ну, это безусловно. А какие-то внутренние наши российские идеи могут реализовываться? Или все-таки это идеи такие глобальные? Ну, тренды обычно, они все-таки мировые. Они имеют свои какие-то причины, да, и, ну, мы как часть, ну, не знаю, населения планеты этой, да, мы их не задаем. Но мы как часть глобального мира все же. Мы задаем, может быть, ну, какие-то, там, не знаю, ну, свои особенности. Вот, например, если там говорить про, там, типа фигур, да, то женщина, там, славянского типа, она все-таки сильно отличается от европейского, да. То есть наша женщина в среднем более, там, амфорообразные, более женственных форм, да, и это тоже нужно учитывать и в крое, и понимать, какой силуэт лучше предлагать и так далее. То есть женщина, там, европейского типа, они другие, они более высокие, там, прямые и так далее. Вот, поэтому здесь, ну, важно, важно понимать, с кем ты работаешь, для кого ты работаешь, для чего ты работаешь и какой ты результат в итоге хочешь получить. Я понял. Кстати, вот для кого, да, для чего ты работаешь, еще такой важный момент. Вы, ну, в большей степени, может быть, да, вы сталкиваетесь именно с частным потребителем или есть некие корпоративные, да, в вашем случае клиенты, которые говорят, вот, у меня компания, там, у меня тысяча сотрудников, мне хотелось бы, чтобы они, во-первых, а, соответствовали, да, вот этим правилам, которые мы озвучили, но в то же время, чтобы все это было не так скучно. Ну, вот реализовать именно такой заказ, наверное, будет сложным. В этом случае обычно корпорации обращаются к каким-то имиджевым агентствам, да, которые могут просто научить людей, как выглядеть, там, индивидуально, если очень хочется. Если они не будут специально шить что-то, да, они просто расскажут, как это должно быть. Конечно, да, то есть все равно тогда, ну, компанию просто, корпорации невыгодно заказывать для каждого своего сотрудника то, что ему придется по вкусу. Но есть варианты, да, и вот, если там возвращаться к вопросу, как зарабатывать на дресс-коде, то, конечно, корпоративные заказы, там, в ключе, например, каких-то компаний, которые, условно говоря, там, продают косметику или, не знаю, что еще может быть. Ну, вот у меня был такой опыт, да, когда косметическая компания, небольшая сеть, но очень такая близкая по эстетике мне, они захотели отшить для своих сотрудников рубашки. Вот у них были, там, корпоративные фартуки, там, со своей печатью, но все ходили в каких-то неприглядных водолазках, и вот им захотелось отшить рубашки. Соответственно, я разработала одну модель, которую, собственно, мы обсудили, там, согласовали, да, и вот сейчас пытаемся, там, наладить контакт, ну, я не знаю, насколько сейчас получится или нет, но, тем не менее, ну, вот есть такие возможности, по крайней мере, я их сейчас там уже вижу. Вот, и, соответственно... А что самое сложное, вот, в выполнении подобного заказа? Понять некую идеологию, ну, понятно, что на словах, вы, наверное, общаетесь, да, и с работодателем, и он вам что-то пытается, я так представляю, даже на пальцах объяснить, я хочу, чтобы вот, я сам, я сам это вижу, но сказать не могу, да, и тебе... Да, конечно, мне нужно, во-первых, считать, что это за компания, как, ну, как она себе представит, что это такое, да, то есть ее какую-то реальность, чем она живет, то есть я должна, понятно, поговорить с собственником этой компании, познакомиться, то есть понять вообще, насколько я сама хочу с ним работать или нет, насколько он в этом заинтересован. А, кстати, а что это будет зависеть, от него, от персоналия и вот от этой... От того, насколько качественно он транслирует свой запрос, то есть если он говорит... Ну, то есть понимает он сам, да, что он хочет или нет? Что он хочет, да, мне не нужно какое-то детальное объяснение, я хочу рукавчики фонариком там или еще что-то, а если... А то еще принесет и скажет, вот, сделайте, вот я тут нарисовал, да, сделаю... Ну, даже, и даже если так, мы будем все равно это обсуждать, вопрос, ну, как бы всегда, за каждым абсолютно проектом или какой-то задачей стоит живой человек, и это всегда обсуждабельно, как говорится, да, вот, но если... Я буду понимать, что человеку как-то совсем не надо, он ведет себя так, как будто бы это... Не для него, да, ну, никому не нужно, да, то вряд ли мы будем работать. То есть спасибо, сейчас время новостей, потом и продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Юлия Великовская, основатель марки GV Fashion You Conver. И мы говорим о бизнесе на рубашках, как заработать на офисном дресс-коде. Ушли мы на новости. Интересные все-таки, на мой взгляд, тему мы подняли. Вот взаимоотношения с этим самым, да, собственником, с этим самым работодателем, это для вас, прежде всего, да, нелегкая такая задача, найти общий язык. Ну, во-первых, конечно, если мы заключаем сделку, то она про деньги. А это всегда всем все дорого, да, поэтому понятно, что это, во-первых, процесс небыстрый, во-вторых, ну, как-то мы должны прийти к какому-то общему решению, да, то есть на каких условиях мы начинаем работать. Ну, это всегда интересно. Это также интересно, ну, наверное, сейчас для меня даже интереснее, чем работа с частными заказами, потому что сейчас частными клиентами все больше и больше занимаются сотрудники, то есть менеджер, обрабатывает заказы, принимает их и так далее. Ну, это из-за разряда не царское это дело уже, да, вы же занимаетесь более глобальными проектами. Да нет, что вы, например, вчера буквально я сработала курьером, опять же, да, то есть сегодня я даю... То есть я очень демократично, говорит Юлия, да? Абсолютно, да, то есть, ну... Это что интереснее больше? Заниматься с частником, ведь все-таки каждый частник это вот, ну, отдельный какой-то конкретный, новый, может, даже каждый раз, да, новый случай. А случаи корпоратива, они, может, более усредненные какие-то, более... Нет, все равно, я же говорю, да, повторюсь уже о том, что работа в проекте, да, это всегда работа с другими людьми. То есть больше всего мне доставляет, конечно, удовольствие именно общением, и уже там, наверное, неважно, частный это клиент. Но если говорить про азарт, да, про то, что я там совершаю какую-то сделку уже там на какое-то количество денег, и когда это все вот так серьезно, да, то понятно, что я могу себя погладить там по голове и сказать, да, я молодец, какая я супер, можно идти дальше. То есть это вот, ну, как бы просто вопрос личных амбиций уже. А так, работать с частными клиентами, я никогда от нее не откажусь. Ну, давайте мы поговорим вот о вашем взаимодействии с частным клиентом. Потому что, опять, да, вы в какой-то степени, помимо того, что вы делаете то, что вы делаете, что вы профессионал в мире моды в виде фэшн, вы еще и психолог, да, в данном случае вы должны быть психологом. Безусловно. Как выглядит это отношение, расскажите. Иначе, конечно, ну да, быть немножко психологом, конечно, очень важно, потому что понятно, что абсолютно с разными типажами и портретами приходится иметь дело, потому что действительно есть очень, ну так, ориентированные на покупку, да, там, потребителей, клиентов, так скажем, да, есть совершенно неориентированные, их нужно замотивировать как-то, да, там. Ну, в общем-то, очень важно, вот если говорить именно про интернет-проекты, да, мне кажется, что зачастую они не работают, потому что люди не видят, кто за этим стоит, да, потому что все равно проект, он должен быть так или иначе удушевлен, потому что там, если, условно говоря, там, клиент приходит на мой сайт и видит рубашки, да, но он не знает, про что это проект, кто его сделал, почему, когда там. Но есть на сайте, опять же, раздел про мою историю, то есть они понимают, что за этим кто-то стоит, что есть вот некая Юля, да, с которой можно поговорить, пообщаться, там, выразить свои какие-то желания. Подождите, а это специфика именно той отрасли, с которой вы занимаетесь, или можно говорить вообще в принципе, да, что взаимоотношение меня как человека, производящего какой-то продукт и моего конечного потребителя через интернет, оно, ну, как бы слабо этот контакт устанавливается? Ну, я могу ошибаться, но это только мое впечатление, но у меня есть вот абсолютно такое точное ощущение, что лучше работают проекты, продажи имеют место быть, просто там, иногда за счет, не знаю, моей харизмы и того, что у человека есть возможность со мной пообщаться. То есть любой находящийся человек в интернете может мне написать письмо, меня о чем-то спросить, и я не оставлю его никогда без внимания, поэтому, наверное, ко мне так часто обращаются. А можно предположить, что вот сейчас пока, ну, наверное, да, пока еще не так много у вас, так сказать, клиентов, да, ну, по причине, что вы недавно этим занимаетесь, вы можете себе позволить общаться с каждым клиентом. А пройдет время, их будет огромное количество, что для этого специальный персонал нанимать, чтобы они от вашего имени общались, или все-таки это уже будет совсем другой бизнес, бизнес не в формате, да, когда я устанавливаю контакт с каждым своим клиентом, а это уже нечто, вот такой вал пошел, да? Конечно, я должна буду свое понимание того, как работать с клиентами, должна буду протранслировать на своих сотрудниках, это обязательно, потому что я продаю больше, чем рубашку, я продаю внимание, я продаю какое-то отношение свое, да, то есть я получаю обратную связь. То есть мне очень важно знать, как все-таки человек, доволен ли он, да, то есть как он ушел, почему он вернулся или почему не вернулся, то есть, естественно, я должна буду как-то уже отменеджерить эту историю, да, то есть сейчас я уже понимаю, что мне где-то тяжело там, и я... Не справляюсь уже просто, да, не хватает времени. Не хватает времени, да, я там, не знаю, даю отсрочку на какие-то ответы, да, там, людям, но, ну, понимаю, что мне нужно будет так или иначе там уже заниматься управлением. Это болезнь взрослая, это нормально, да? Да, абсолютно, конечно. Кстати, неожиданно мне показалось, подумалось о том, а у вас есть в вашей компании дресс-код? Нет, в моей компании, в моем проекте нет. Ну, две сотрудников опять, да, вы сейчас как раз об этом говорили, да, пройдет время, вы будете, естественно. Развиваться, появится идея, написать ли некую миссию, да, что я несу вообще людям этому миру, и, собственно, вполне логично, да, что все мои сотрудники эту миссию должны принять, я им об этом расскажу, и выглядеть они должны соответствующе. Ну, что касается конкретно дресс-кода, да, или там того, как человек должен себя, что он должен вести себя каким-то особенным специальным образом, у меня, ну, по крайней мере, на данный момент, может быть, что-то изменится, мы все меняемся, да, там, все время. Но у меня нет каких-то особенных пожеланий к этому, так скажем, мягко. Хорошо, а не особенные есть? Не особенные. Но они наверняка будут классическими, стандартными, ведь я как потребитель любой услуги, вот я, я буду говорить о потребителе, да, вы как человек, который предоставляет услугу. И, естественно, если я, тем более, иду кому-то в оффлайне, да, мне хочется увидеть приятного собеседника, человек, который мне улыбнется, да, он скажет мне доброе слово, которое, как известно, и кошке приятно, вот, а мне-то уж тем более, который, ну, сделает вид хорошо, во многом это все очень и очень, так сказать, условно, но сделает вид, что ему интересны мои проблемы, что он действительно искренне хочет мне помочь, вот эти вещи. Вот как раз именно, вот это очень хороший такой поинт, ну, такой взгляд, взгляд на вещь, да, именно с людьми, которые будут делать вид, что им хочется удовлетворить, я не буду никогда работать. А как вы определите, делает он вид или не делает? Может, он актер, понимаешь, у него может быть там мхат за плечами. Ну, если он настолько талантлив, то это неплохо, да, но я точно знаю, что вот искреннее отношение, да, оно всегда чувствуется, то есть, если... А в чем оно чувствуется, что подача, я не знаю, там, слова, интонации, взгляд какой-то, в чем это искреннее отношение? Нет, важно только одно, чтобы человеку было интересно предоставить мой продукт, чтобы он сам, наверное, где-то жил им, да, то есть, ну, как бы, очень важно быть не боссом, да, а лидером, то есть, вместе со своей командой делать... Это разные вещи, кстати, босс и лидер. Абсолютно разные, да, потому что босс — это тот человек, который, в общем-то, говорит... Я прошу прощения, не далее, как сегодня, по-моему, где-то в Фейсбуке я видел, вот есть две картинки, действительно, да, вот бизнес, да. Мы с вами видели одну и ту же картинку, и, конечно, я... Серьезно? Вот, босс сидит сверху, да, и ребят там направляет. Лидер толкает. А лидер толкает вместе со всеми. Вместе с командой, да. Так вот вы босс или лидер? Ну, мне хочется думать, что я все-таки лидер, да, потому что я хочу, чтобы, ну, моя команда видела, что я могу делать абсолютно и выполнять все те же самые функции, что и другой человек, да, и прикрывать где-то какие-то там... Тылы. Тылы, да, дыры и так далее. Вот, важно очень, чтобы сотрудник, человек, который на тебе работает, он был не замотивирован, а просто не демотивирован мной, да, то есть он изначально должен, когда приходит ко мне и начинает со мной работать, должен хотеть работать, а моя задача состоит только в том, чтобы... Не, ну, как-то это... Вот это желание его не... Не пропало, чтобы она... Не пропало, да, то есть... Вот, ну, в этом, в общем-то, вся основная суть. Суть именно лидера, да, вот того человека, который... Да, наверное. А, кстати, на ваш взгляд, ну, понятно, да, что, видимо, у них взгляды принципиально чем-то отличаются, а если говорить, вот, абстрагироваться от того, лидер, я бизнесмен, на ваш взгляд, удачнее бизнес будет, вот, как, чей будет бизнес удачнее? Того, кто бизнесменом себя позиционирует или лидер все-таки будет удачнее? Я думаю, что удачнее всегда будет тот, кто немножко, как говорится, excited, то есть возбужден тем, что он делает, да, потому что если, как бы, ну, там, можно как угодно, да, потому что история же знает много примеров, да, когда кладутся какие-то невероятные деньги, там, нанимаются экстра-супер-менеджеры, но при этом идея не работает, да, то есть бывает ровно обратная ситуация. Не работает или просто нет, да, есть просто исполнители, профессионалы даже. Есть профессионалы, да, есть средства, которые тратятся, да, но как такового бизнеса не получается, то есть нет прибыли, нет никакого возбуждения, какого-то желания на этот счет, да, и бывают ровно обратные ситуации, когда совершенно не идеальная ситуация, не идеальные люди, там, не профессионалы, может быть, да, но они горят идеей, и в этом случае всегда есть какое-то движение вперед. А дальше все остальное уже, средства, инвестиции, они, как правило, подтягиваются, потому что это всего лишь средства. А вот эта идея, она во многом лежит как раз на человеке, который затевает все это дело. Пока жив один человек со своей идеей, хотя бы один, бизнес не умрет. Я думаю, что так. Это здорово. У вас есть эта идея? Конечно. Я же еще живу, я же здесь сегодня с вами разговариваю. Более того, вы живете и прекрасно выглядите, и бизнес живет, слава богу. Пока живет, да. Слава богу. Надеюсь, он будет не просто жить и находиться в состоянии стагнации, он будет развиваться. Кстати, вот по поводу развиваться, да, ваш личный взгляд на ваш бизнес, да, пути его развития, вот в какую сторону все это будет смещаться, на ваш взгляд, да, и от чего зависит, может быть, да, это развитие. И, в принципе, насколько приживется идея того, что появляются специализированные, да, какие-то вещи, касаемые вот офиса. Я думаю, что все абсолютно нишевые истории как раз будут как-то так или иначе там развиваться. То есть, ну, на сегодня вот это как-то как раз стратегия там вот просто такой детализации, да, того, что есть на рынке, есть на Западе. У нас пока это не очень сильно как-то развито, по крайней мере, мало кто вообще про это думает. Мы на Запад смотрим и оттуда принимаем что-то хорошее. Конечно, есть какие-то бизнес-модели, да, но важно понимать, насколько это своевременно, потому что модель может быть хорошей, но нашему человеку это может быть совершенно не нужно. Вот, и есть, ну, такая вещь, как, потому что все-таки у меня пока единственный способ, ну, то есть канал продаж, это интернет, а люди тоже с опаской иногда, боязнью, да, там относятся к интернету. Хотя, с другой стороны, все-таки ваши, ну, в подавляющем месте, я так понимаю, да, клиенты, это люди продвинутые, это деловые женщины, они же с интернетом-то дружат наверняка. Разные, дружат с интернетом, но, например, с доверием не все в порядке, пока они не знают, что это такое за бренд, пока еще никто, ну, условно говоря, не нашли меня в интернете, там, через поиск или увидели какую-то статью, да, там, в интернете. Они готовы, вроде бы, довериться, но есть много всяких разных «но», потому что у меня, например, нестандартная фигура, говорит женщина, как я буду мерить? И, то есть, мне нужно, ну, координировать, там, действия курьера, менеджера так, чтобы человек был удовлетворен целиком и полностью. Поэтому, там, я ищу всякие разные способы. Например, то, что курьер привозит не одну, а несколько вещей, да, там, человеку есть возможность примерить не один размер, а несколько, хотя… И выбрать уже, да? Выбрать, конечно, курьер, в этом случае, там, ожидает, пока человек сделает примерку, там, сделать свой выбор, там, даст обратную связь и так далее. Кстати, очень интересно, я, сейчас мы вынуждены будем прерваться, новости на Финам.ФМ, но очень интересная идея поговорить о том, как воспринимает себя, да, девушка, вот, обращаясь к вам. Итак, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, последняя часть эфира. О многом хотелось бы поговорить еще сегодня с Юлей, но время неумолимо. Значит, я напомню вам, дорогие слушатели, мы сегодня говорим на тему, как заработать на офисном дресс-коде. В гостях у меня Юлия Великовская, основатель марки GV Fashion You Come Here и телефон студии 651099.6, код Москвы495, сайт компании Финам еще, финам.ФМ. У вас есть еще время позвонить и написать, чтобы задать вопрос Юле. Юль, ну, и вопрос меня лично очень сильно интересующий, вот та самая, ну, об этом начали разговор, собственно, да, клиентки, да, девушки, говорите вы очень часто, ну, не то чтобы с недоверием, наверное, но с недоверием к себе, наверное, да, когда говорят, что, ну, вот, а как это будет, мне же надо, у меня нестандартная фигура. Вот с точки зрения самооценки вообще, вот, девушка российская, женщина российская, как вы оцениваете? Ну, такие, как я, наверное, делают что-то для того, чтобы эту самооценку в частности поддерживать. Поддерживать или поднять уже. Поднять и поддерживать, да, очень важно, очень приятно чувствовать, что за твой, ну, как бы с помощью, с твоей помощью женщина может чувствовать себя более, не знаю, красивой, уверенной в себе, да, это очень важно. Но с самого начала, да, то есть, когда возникает только контакт, как и любой контакт, в общем-то, да, с чем-то незнакомым, он всегда вызывает недоверие. И я это прекрасно могу понять, и моя задача состоит в том, чтобы, ну, в общем, это как-то снивелировать, снять, да, и, ну, соответственно, общаться. Просто есть какие-то такие нюансы, да, когда действительно женщины не способны оценить себя... Адекватно, да? Ну, мне бы хотелось даже сказать здраво. Здраво. Потому что, ну, действительно есть какие-то вот правдокомплексы, когда человек кажется себе нестандартным, что вот совершенно на мне ничего не садится. И переживают из-за этого, мучаются им. Безусловно. И мы предлагаем максимально мягко, ну, участливо, да, предлагаем просто попробовать. Попробовать как-то в этом направлении подвигаться, да, и... Ну, конечно, за спрос денег не требуется. Да, да, и, ну, все-таки чисты случаи, когда женщина все-таки может, там, сделать выбор какой-то, да, там, и опереться на нас в этом смысле, там, порадоваться и прийти к нам снова. Вот, но по-разному бывает. То есть есть какие-то примеры, когда, там, женщина задает определенную, там, условно говоря, на сайте, да, когда выбирает какую-то из модели, там, выбирает один размер, а в итоге получается, что она ему не соответствует. Причем, может быть, что она отклоняется и в ту сторону, и в эту. И в другую, да, не обязательно. Да, абсолютно, да, и вот, ну, наша задача, конечно, в чем состоит трудность работы, там, менеджера, да, и работы по телефону через интернет, когда мы действительно не видим, кто этот человек, да, там. Я, например, проводила с самого начала, когда только начинала общаться, работать, сама, ну, непосредственно с клиентами разговаривала. Я, там, условно говоря, зная какие-то данные, там, имя, фамилию, да, когда приходит заказ, когда есть форма, я через соцсети находила конкретно этого человека. Ну, это серьезная работа. Да, я смотрела, кто эта женщина, блондинка она, брюнетка, чем она занимается, какой ей стиль, там, будет, ну, больше ей будет подходить, с моей точки зрения, там, романтический или классический. От этого и отталкивалась, для того, чтобы, там. Хотя у нее все-таки есть уже представление, я так понимаю, да, когда она делает заказ, она видит себя вот эдак. Конечно, но можно всегда человеку предложить, потому что иногда, ну, бывает так, что, вот, ну, правда, взгляд не соответствует, да, мой и клиента, но мы можем попробовать. В общем, для этого все организовано, все для этого и существует. Ну, такие случаи часто вообще происходят? Да, бывает очень часто. Бывает так, что, действительно, там, воспринимать, вот, информацию на сайте, там, те же фотографии, потому что есть некое, там, искажение в виде цвета, там, материала, да, там, ну, или посадки на модели, потому что бывает так, что мне говорят, вот, на модели так хорошо сидит, она мне вот не так сидит. Да, да, но это тоже, конечно, зависит от внутренней, ну, самооценки, хотя... Вот, кстати, кстати, да, ведь это в меньшей степени, наверное, зависит от физических данных, а в большей степени от того, что внутри. Конечно, абсолютно. Сто процентов, правда, да. И иногда вот с такими тяжелыми случаями, конечно, приходится сложно, но мы делаем все возможное от нас, да, но человек так или иначе все равно делает свой выбор, потому что он пришел ко мне, принес свои деньги, он может отказаться от этого в любой момент, и я в этом смысле, там, могу мало как-то на это влиять уже. Вот, но, по крайней мере, вот, что произошло в проекте, да, за то время, пока он существует, если сначала я делала какой-то стандартный размерный ряд, то есть, там, от 40-го до, условно говоря, там, 48-го, то сейчас, поскольку, опять же, появился запрос извне, а как же так, вы не шьете на женщин пышных, женственных форм? Ну, появилась возможность, есть теперь у нас 50-й размер в размерной сетке, что тоже успешно продается, и очень рада, что как-то больше женщин теперь. Это здорово, да, ну, как минимум, да, и количество клиентов у вас тоже растет, и бизнес развивается, это здорово. А, значит, еще вот какой вопрос, ну, опять вот, в связи с разговором, да, о том, как чувствуют себя женщины, а тем более, общаясь на такую деликатную тему, да, и общаясь еще через интернет. Есть разница между москвичками и представительницами регионов? Кто более уверен, может быть, вот, по отношению к себе, по отношению? Ну, я думаю, что, на самом деле, нет какой-то вот такой прям глобальной разницы, потому что все-таки портрет, он общий. Если заказ пришел из регионов, то, скорее всего, это будет тоже какая-то, ну, там, компания крупная достаточно, да, там, все равно портрет очень похож. Единственное, всегда возникает тревога, что касается региональных заказов, именно заказчиков, возникает тревога по поводу того, как дойдет этот заказ. И тут в этом смысле, там, от нас конкретно мало что зависит, потому что у нас нет собственной курьерской службы, нам приходится пользоваться услугами других курьерских служб. И там в этом смысле, конечно, ну, приходится не всегда просто, и мы пытаемся это объяснить клиентам или как-то компенсировать, если вдруг что-то пошло не так, да. То есть, ну, там, не знаю, сделать какой-то подарок или объяснить, почему так произошло, или, опять же, связаться с компанией. Потому что все-таки, ну, так или иначе, мы чувствуем свою ответственность за то, что мы делаем. Ну, это самое главное, это самое главное. Кстати, опять возвращаясь к теме дресс-кода, вот, некие, да, такие глобальные тенденции, вообще он меняется за последние несколько лет, может быть, от некого официального, там, жесткого, строгого, более, так сказать, лояльного, более демократичного. Есть такие ощущения? У меня нет таких ощущений, нет. Я думаю, что каждый частный случай, именно частной компании, он всегда очень индивидуальный. Если говорить, например, про государственные структуры, то там… Там все жестко, да? Все жестко, все четко прописано, да, прикреплены картинки к презентациям, как это все-таки там должно выглядеть, и что можно, и что нельзя, и там абсолютно, ну, какие-то конкретные правила. Если эта компания, особенно, ну, там, какого-то протворческого характера, скажем, там, не знаю, какое-то рекламное агентство или… Там все может повеселее быть уже, да? Может быть повеселее, да, или это может быть консалтинговая компания. Ну, то есть, это все зависит всегда от руководителя, собственно, от головы. Звонок есть, звонок вам есть. Юля, давайте послушаем. Татьяна, добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день, добрый день, здравствуйте. Юля, хотела бы вот задать такой вопрос. Всю жизнь было интересно, как происходит сам пашист, само производство вот этих костюмов, ну, в данном случае костюмов, да? То есть, я понимаю, как это происходит, например, в каких-то больших старых брендах, да, то есть есть фабрика, есть завод, там, мастерицы сидят за швейными машинками. А как это происходит у таких вот дизайнерских, да, в дизайнерской сфере? То есть, я понимаю, что это объем пошив не такой большой. Вы же не сами все шьете? Конечно нет. Вы сами все контролируете, как это вот... Юля, она бизнесвумен, ей, да, уже шить-то самой не приходится. Тань, спасибо за вопрос, огромное вам спасибо. Если говорить, да, спасибо, Татьяна, за вопрос. Если говорить про то, как вообще весь процесс выстроен, то я непосредственно участвую в том, в разработке модели. То есть, я работаю напрямую с экспериментальным цехом, который находится в Москве, где есть и конструктор, который помогает, в общем-то, из макетной какой-то истории, которую делаю я, это привести конструкцию в чувство, сделать градацию лекал, после чего все это отправляется на фабрики, действительно, и цеха, которые находятся в Подмосковье. Фабрики и цеха, чтобы Татьяна была спокойнее, это вот те классические, о которых она представляет. Ну, не очень классические, так скажем, то есть, это не фабрики какого-то, не знаю, государственного формата. Это, скорее, частные организации с швеями, ну, то есть, цеха такие небольшие, да. Объемы действительно небольшие, но это не объемы, да, то есть, вручную я лично, я могу, но я уже, понятно, делать этого не буду, потому что это абсолютно бессмысленно. Вот, и, соответственно, на этих фабриках тоже и также есть там директор производства, где мы размещаем заказ, где, соответственно, идет весь процесс, который я контролирую, директор этого производства контролирует, мы вносим какие-то изменения. Опять же, мы получаем обратную связь от наших клиентов, да, и понимаем, условно говоря, что, там, здесь кокетка не нужна, или, там, есть какая-то ошибка в конструкции, все корректируется, снова отправляется на фабрику, ну, и так далее. То есть, много. Да, вот я как раз хотел подчеркнуть, что все-таки это непростой процесс-то. Конечно, нет. Это очень сложный процесс, и то, что вы бизнес-вы, в данном случае, звучит это уважительно, потому что все это надо контролировать, самое сложное это контроль. Ну, на самом деле, да, если бы компания была, если бы проект был просто, если бы проект просто продавал что-то, да, покупал и продавал, это была бы другая история, да, но поскольку мы занимаемся производством, конечно, ну, учитывать и то, и другое становится сложным, да, но это не делает процесс менее интересным или, там, каким-то неподъемным. Ну, кстати, вот вы как человек творческий, да, я так понимаю, во всех событиях и даже в рутинных событиях вы должны увидеть именно идею, да, которая вас эмоционально наполняет. Вот это есть пока? Конечно, есть. И если у меня не будет этой идеи, не будет какого-то, ну, желания что-то сделать, я просто этого не буду делать. Драйва, драйва, драйва. Нужен драйв, да. Я просто не буду это делать, либо я займусь чем-то другим, либо, ну, хотя вряд ли, потому что все, что происходит, мне очень нравится, и я буду продолжать в том же туче. Да, дай бог, дай бог. Спасибо огромное, Юля, спасибо. Времени уже осталось мало, будем закругляться потихонечку. Уважаемые слушатели, сегодня пятница, я напоминаю вам, у вас будет возможность отдохнуть, да, субботу, воскресенье, провести с своими близкими, поэтому мы будем желать вам всего самого хорошего. Мы вместе с Юлей, сегодня в гостях в бизнес-классе была Юлия Великовская, основатель марки GV Fashion You Come Wear, и говорили мы на тему бизнес на рубашках. Как заработать на офисном дресс-коде? Главное, должна быть идея, правильно, Юля? И главное, эта идея воплощается только, когда внутри человека есть драйв, есть желание постоянно этим вещами. Не должна быть рутина, все-таки я так думаю. Это правильно. Спасибо, Юля, огромное. Спасибо, что нашли время посетить нашу студию. Спасибо, уважаемые слушатели, всего хорошего. До свидания, успехов в бизнесе.